Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. Мы с вами далее разбираем 320 зависимых предлогов в английском языке. Involved in — влечён во что-то. Involved in — как мы скажем. Он также вовлечён в этот проект. Он также вовлечён. He is also involved in this project. Получается, he is also involved in this project. Он также вовлечён в этот проект. He is also involved in this project. Хорошо. А как сказать? Я вовлечён в этот проект. Я вовлечён. I am involved в этот проект in this project. I am involved in this project. Я вовлечён в этот проект. I am involved in this project. Хорошо. А как будет? Она была вовлечена в этот скандал. Она была вовлечена. She was involved в этот скандал. She was involved in this scandal. Она была вовлечена в этот скандал. She was involved in this scandal. Intent on — намереваться сделать что-то. Intent on. Ну, на самом деле, да, intent — пролагательная, потом и конструкция to be intent on. Если далее глагол, то фраза или конструкция to be intent on doing something. To be intent on doing something. Скажем, я намереваюсь сделать это. Используй intent. Получается, я намереваюсь. I am intent on сделать это. Doing it. I am intent on doing it. I am intent on doing it. Я намереваюсь сделать это. I am intent on doing it. Peer at. Как мы скажем, используя данный глагол, он уставился на фотографию. Да, помолчение используем просто обычное прошедшее время, past simple. Получается, он уставился he peered на at фотографию the photo. He peered at the photo. He peered at the photo. Он уставился на фотографию he peered at the photo. Она уставилась на это изображение. Она уставилась на she peered at это изображение this image. She peered at this image. She peered at this image. Она уставилась на это изображение. She peered at this image. Он уставился на экран. Он уставился на He peered at экран, the screen. He peered at the screen. He peered at the screen. Он уставился на экран. He peered at the screen. Subscribe to. Подписаться на. Subscribe to. Как мы скажем тогда, я уже подписался на тот канал. И тоже already указывает на Present Perfect. Получается, я уже подписался. Я уже подписался на тот канал. Но смотрите, есть даже другая аналогичная конструкция. To be subscribed to. Быть подписанным на. To be subscribed to. Скажем, используя данную конструкцию. Я подписан на эти каналы. Да, используем форму to be. Получается, я подписан на. I am subscribed to. Эти каналы. These channels. I am subscribed to these channels. I am subscribed to these channels. Я подписан на эти каналы. I am subscribed to these channels. Хорошо. А как сказать? Я подписан на несколько каналов. Скажем, используя слово several. Я подписан на. I am subscribed to. Несколько каналов. Several channels. I am subscribed to several channels. I am subscribed to several channels. Я подписан на несколько каналов. I am subscribed to several channels. Отлично. Как правильно сказать? 10 миллионов человек подписаны на этот канал. 10 миллионов человек. 10 миллионов человек подписаны на этот канал. 10 миллионов человек подписаны на этот канал. 10 миллионов человек подписаны на этот канал. One more time. 10 миллионов человек подписаны на этот канал. Смотрите. Далее также интересный оборот. Thankful to someone for something. Благодарен кому-то за что-то. Thankful to someone for something. Как мы скажем, используя слово thankful. Я действительно благодарен тебе за это. Я действительно благодарен. I am really thankful тебе, to you, за это, for it. I am really thankful to you for it. I am really thankful to you for it. Я действительно благодарен тебе, за это, I am really thankful to you, for it. Хорошо. А как правильно сказать? Да, в умолчании здесь мы тренируем слово thankful. Я очень благодарен тебе, за твой совет. Я очень благодарен. I am very thankful тебе, to you, за твой совет, for your advice. I am very thankful to you, for your advice. I am very thankful to you, for your advice. Я очень благодарен тебе, за твой совет. I am very thankful to you, for your advice. Хорошо. Как мы скажем? Используя слово thankful. Я действительно благодарен тебе, за твою помощь. Я действительно благодарен. I am really thankful, тебе, to you, за твою помощь, for your help. I am really thankful to you, for your help. Я действительно благодарен тебе за твою помощь. Используя слово thankful, получается Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Love at. Смеяться над. Love at. Скажем, я бы не смеялся над ним на твоем месте. Да, скажем дословно, я бы не смеялся. Я бы не смеялся. I wouldn't laugh над ним, at him. И дословно, на твоем месте будет in your place. I wouldn't laugh at him in your place. Или как вариант сказать if I were you. Тоже возможный вариант. Или как здесь, дословно, I wouldn't laugh at him in your place. Я бы не смеялся над ним на твоем месте. I wouldn't laugh at him in your place. Find for. Оштрафован за что-то. Да, find. Также имеет значение штраф и оштрафовать. Find for. Скажем, он был оштрафован за неосторожное вождение. Он был оштрафован за неосторожное вождение. Неосторожное – callous. И вождение – driving. For callous driving. He was fined for callous driving. Он был оштрафован за неосторожное вождение. He was fined for careless driving. Хорошо. А как сказать? Он был оштрафован за это. Он был оштрафован. He was fined за это for it. He was fined for it. He was fined for it. Он был оштрафован за это. He was fined for it. Filled with. Наполнен чем-то. Filled with. Ее глаза наполнились слезами. Или дословно можно перевести ее глаза были наполнены слезами. Ее глаза, her eyes, наполнились. Дословно были наполнены, were filled, слезами with tears. Ее глаза были наполнены слезами. Это дословный перевод. Или также ее глаза наполнились слезами. будет her eyes were filled with tears. Puzzled by. Озадачен чем-то. Puzzled by. Я был очень озадачен этим. Я был очень озадачен. I was very puzzled этим by it. I was very puzzled by it. I was very puzzled by it. Я был очень озадачен этим. I was very puzzled by it. Я так озадачен всем этим. Я так озадачен. I'm so puzzled всем этим. By all this. I'm so puzzled by all this. I'm so puzzled by all this. Я так озадачен всем этим. I'm so puzzled by all this. Хорошо. А как правильно сказать? Я действительно озадачен его реакцией на этот вопрос. Я действительно озадачен. I'm really puzzled его реакцией by his reaction на этот вопрос. Реакция на, в английском будет reaction to, это вопрос this question. I'm really puzzled by his reaction to this question. Next. Слышим to. Решение чего-то. Например, какой-то проблемы или же задачи. Слышим to. Как мы скажем? Я абсолютно уверен, что это единственное правильное решение этой проблемы. Да, можем сказать, используя слово sure, или как вариант, используя слово certain. Давайте скажем, используя слово certain. Я абсолютно уверен. I'm absolutely certain. Что that? Это единственное правильное решение. It's the only right solution. Этой проблемы. To this problem. Я абсолютно уверен, что это единственное правильное решение этой проблемы. I'm absolutely certain that is the only right solution to this problem. Partial. Частичный. Partial. Это только частичное решение этой проблемы. Это только. It's only. Частичное решение. A partial solution. Этой проблемы. Слышим to. Далее этой проблемы. This problem. It's only a partial solution to this problem. It's only a partial solution to this problem. Это только частичное решение этой проблемы. It's only a partial solution to this problem. Хорошо. Давайте немножко усложним и скажем. Я не удовлетворен этим решением, потому что это только частичное решение этой проблемы. Скажем, используя слово satisfied в отрицании. Я не удовлетворен. I'm not satisfied. Этим решением with this decision. I'm not satisfied with this decision, потому что это только because it's only. Частичное решение. A partial solution этой проблемы. To this problem. I'm not satisfied with this decision, because it's only a partial solution to this problem. Добавите решение именно какой-то задачи, проблемы. Здесь используем именно слово solution. Это важный момент. Да, получается. Я не удовлетворен этим решением, потому что это только частичное решение этой проблемы. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь порученный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok